Всем привет, меня зовут Белосов Георгий, я системный администратор ВКонтакте. Собственно, на текущем месте у меня уклон идет в более системное администрирование. На предыдущих местах это было как совмещение системного администрирования и администрирование стеков продукта Atlassian. Я расскажу, почему нужно отделять одно от другого, почему не стоит смешивать и расскажу, наверное, какие-то полезные, возможно, очевидные вещи, но тем не менее я хотел бы о них рассказать и не хотел бы их выпускать. Первое, с чего начну, это с операционной системы. Заранее прошу прощения у любителей Windows, у администраторов Windows. Я знаю, что это замечательная система, но в контексте администрирования Atlassian, если это только не используется для базы, если вы не крутите базу Jira Conference и так далее на MSSQL, ок, все остальное это будет Linux. Собственно, неважно, на каком дистрибутиве вы будете работать в Linux, будь то, собственно, Debian, будет это CentOS, Red Hat, Ubuntu, Fedora, Sushi и так далее. Абсолютно непринципиально, на всех дистрибутивах, в принципе, это будет все работать более-менее одинаково. Единственный совет, выбирайте ту операционную систему, в которой у вас наибольшая экспертиза. Это поможет вам сэкономить силы, время, возможно, даже и нервные клетки. Первое, с чего начнем, это не с бэкэнда как такового, а с того, с чем сталкивается пользователь, когда заходит, в принципе, на любой продукт Atlassian. То есть это будет фронтенд. Ну, собственно, это будет Nginx. И, собственно, сразу такой момент. То есть из коробки поднимаем Jira, поднимаем Confluence, поднимаем Bitbucket. Там никакого Nginx нету, все слушается на 80-90, 80-80, либо какие-то SSL, если вы настроите. Но это не стандартные порты. Что вам поможет сделать Nginx? Nginx вам поможет стерминировать SSL и работать, собственно, по стандартным портам HTP 80, HTPS 443. Также вы сможете достаточно просто, буквально в 2-3 строки сделать редирект с HTP на HTPS, принудительно завернув, чтобы у вас все, собственно, работали исключительно через SSL. Дальше. Для пользователя, допустим, у вас несколько продуктов в Atlassian. То есть там Confluence, Jira, Bitbucket, не знаю, Fishy, Crucible, еще что-нибудь. И у вас все это крутится на одном домене, там Company Name и впереди какой-то префикс, там Jira, Confluence и так далее. У вас может быть один фронт-энд, если у вас не слишком большая нагрузка. И фактически у вас будет для всех пользователей одна точка входа. То есть они идут на один хост, дальше это все разруливается на уровне virtual хостов, если применять там терминологию Apache. И, собственно, вы используете, допустим, один SSL-сертификат, если это Wildcard, тоже не принципиально. Если же у вас какое-то высоконагруженное приложение, то, естественно, тут я посоветую вам это все разделять. То есть отдельное приложение, отдельный фронт. Что еще можно делать на фронте? Можно делать кеширование. Сейчас, наверное, это не особо актуально, но до версии где-то, по части Jira, где-то до 6.4 кеширование статики. Это был достаточно актуальный момент, и это очень сильно разгружало, в принципе, TomCut как таковый. Да, там есть свои нюансы. То есть с коробки просто так Nginx у вас не заведет и не будет кешировать. Это связано с тем, что, если меня не изменяет память, Jira не отдает, собственно, modified date. И фактически у вас постоянно-постоянно-постоянно это новый файл, который просто попадает в кеш. Там есть манипуляции. Если кому-то будет интересно, если это еще актуально для кого-то, если кто-то использует там до версии 6.4 Jira, я могу потом в кулуарах просто рассказать это. Также можно сделать сжатие к зипу, вынести данный функционал со стороны TomCut и перенести его на плечи, собственно, Nginx. Прозрачное переключение пользователей. Ситуация. У вас есть сервер с Jira, и по тем или иным причинам вам нужно ее перенести на другой сервер, поменять адресацию и так далее. Если у вас нет фронтенда, то для пользователей это прозрачно не произойдет. Это потребует изменения каких-нибудь фаерволов, это, возможно, какого-то пользователя будет прописано в хастцах, либо еще что-то. И вы отгребете достаточно много проблем. В случае с фронтом вы спокойно делаете свои дела на другом сервере. В момент переключения просто меняете прокси пасс, и у вас проксируемые запросы улетают уже на новый фронт. Этот Nginx позволит вам решить еще проблему медленных клиентов. То есть, допустим, у вас Jira опубликована наружу, в мир. Есть человек, который сидит на очень каком-то низкоскоростном подключении, и таких людей, допустим, много. Что они делают? Если бы не было Nginx, они бы подключались непосредственно к Tomcat и фактически занимали пул. То есть, покуда не выполнится запрос, этот коннект будет висеть. Он не дропается по таймауту, он просто медленно работает. В случае с Nginx произойдет следующее. Все это терминируется на стороне Nginx. Запрос к Tomcat улетает достаточно быстро, выполняется достаточно быстро, отдается Nginx. И тот уже, собственно, медленно отдает все согласно настройкам филизации и так далее, пока клиенту не станет хорошо, и он запрос его не увидит в конце. Все это позволит снять нагрузку с бэкэнда в целом. Также на уровне Nginx вы можете логировать все запросы. Вы можете видеть, откуда пришел запрос, под каким пользователем, сколько времени занял запрос от пользователя к фронту, от фронта к Tomcat, увидеть там REF, увидеть браузер. И, собственно, это все анализируя впоследствии, каким-то образом улучшать работу ваших продуктов. Также Nginx, это позволяет, у него есть достаточно много модулей. Это может быть модуль, не знаю, например, от Loa. То есть это, в принципе, еще один язык, который позволит вам навесить какой-то дополнительный логический функционал именно на стороне Nginx, еще не доходя до бэкэнда. Это может быть графит, модуль графит, который позволит все, собственно, ваши логи сливать в графит и дальше как-то их анализировать. Также на уровне фронта вы можете делать фильтрацию пользователей. Допустим, реальный кейс в одной компании мы получали каждый день в определенное время достаточно неприятную проблему. Jira у нас перестала, переставала в какой-то момент, в принципе, работать. То есть на стороне бэкэнда мы видим просто рабочую загрузку. Полезли, собственно, в логи фронта, увидели, что там в 10 часов утра запускается скрипт одного разработчика, который просто фетчет данные с тысячи где-то ишью. Но фетчет и фетчет их достаточно правильно, то есть два потока. То есть он такой ответственный разработчик был. Но он не учел, что данный проект достаточно большой, в нем было порядка 70 кастомфилдов. То есть там очень такая жестокая логика была. И он за один запрос пытался получить все поля. Эти поля были не совсем тривиальны. Некоторые были из них вычисляемы, некоторые из них были… Точнее, некоторые смотрели в другую SQL-базу, собственно. И это все было боль. Собственно, мы с ним поговорили, объяснили, как ему фильтровать это все. Ну и, собственно, проблему на этом решили. Дальше несколько советов по настройке фронта. Jinx, собственно, поставили с коробки. Ок. Не поленитесь, пересоберите его, уберите лишний модуль, который вы не используете. Наверняка вы не используете там SGI, UVSGI, не знаю, достаточно много ненужного, то, что идет, в принципе, с коробки. Это, в принципе, разгрузит фронт, он будет работать быстрее, вы будете уверены, что там, собственно, нет ничего лишнего. Дальше. По возможности выносите это все на отдельный сервер и в отдельную сеть. Эта сеть может быть сервер DMZ, который, если вы, допустим, собрались публиковать там Jiro Confluence снаружи, выносите это все в отдельную сеть, пропиливаете доступ исключительно с этого сервера только до бэкэнда, по одному порту и больше ничего. Собственно, сетевики, я думаю, что вам помогут в этом и будут только рады. Служба безопасности еще и спасибо скажет. Логируйте все запросы. Это действительно вам поможет. Вы сможете их анализировать, увидеть, когда у вас, собственно, идут какие запросы, кто вам, мягко говоря, гадит, потому что такое бывает и очень часто. То есть это реально можно написать скрипт, который просто по ресту будет что-то дергать, но ошиблись в кроне, и он запускается не каждый час, а каждую минуту, либо еще что-то. Добавляйте в конфиг Nginx параметр лога и логируйте XI User Name. Практически все продукты Atlassian при реквесте отдают заголовок, который называется XI User Name, в котором передается логин пользователя, под которым он залогинен. И то есть в логе вы увидите, что конкретный запрос, там GQL, там вот такой-то, такой-то, его, собственно, выполнил такой-то пользователь с такого-то IP-шника, и дальше это поможет как-то найти концы какие-то. Не используйте дефолтные настройки SSL. То есть вот GQL приходит с SSL, ок, вы такие, хорошо, мы будем использовать шифрование, но оставили дефолтные настройки, считайте, что шифрования у вас нет, потому что по дефолту там шифры достаточно стандартные, которые наверняка легко сейчас уже перебираются. А по логам как это выглядит? Собственно, кусок конфига с Nginx, лог формат. Здесь указан заголовок от AppStream'а, HTTP, XI User Name, и указан еще два дополнительных параметра, это AppStream Response Time и Request Time. Сколько времени у нас занял запрос до AppStream'а, ну, до, собственно, непосредственно бэкэнда, и сколько времени потратилось на ответ этого всего. Это полезно сравнивать, допустим, когда у вас, вы видите, что какие-то запросы у вас валятся по таймауту, то есть там 30-60 секунд, неважно, сколько вы поставили, на них следует обратить внимание и посмотреть внимательнее. В логах это выглядит следующим образом. То есть есть IP-адрес, есть время, дальше подчеркнуто, это, собственно, логин, ну и следующие два числа — это Request Time и AppStream Response Time. Это все можно парсить, выгружать куда-то. Про логи я чуть подробнее расскажу далее. По настройке SSL. То, что я говорил, не используйте дефолтные настройки, не поленитесь, настроите один раз и, собственно, регулярно проверяйте. Шифрование. Шифры. Не все шифры сейчас можно использовать. Некоторые используют там RC4, MD5, которые достаточно легко врутятся. То есть трафик можно перехватить, это все можно разобрать и считайте, что в открытом виде вы передали все. Добавляйте там настройки, опять же, SSL, это даже парамс, алгоритмы, хидры, HSTS и прочее-прочее, то есть протоколы. Используйте TLS, TLS 1.1, TLS 2. Если у вас нет каких-то старых клиентов, TLS 1.2 и больше ничего. Возможно, еще какие-то параметры и дальше тестируйте. Протестировать ваш, собственно, Nginx на предмет настройки SSL можно на сайте, который называется SSL Labs. Он достаточно подробно расписывает, что у вас не так, что нужно починить и так далее. Ниже есть ссылки на ток, какие используются шифры, как, собственно, их подбирать, как настраивать, собственно, вот все предыдущие пункты. Ну и последний сайт, это вы сможете вбить туда ваш URL, запустить, он сканирует и, собственно, выводит результаты. Дальше перейдем к самой, наверное, маленькой части, это базы данных. Почему маленькой? Потому что зачастую меньше всего проблем с базой. То есть если у вас что-то тормозит, не нужно бросаться сразу смотреть, не база ли это. При условии, конечно, при условии, что у вас нет не дефолтной настройки, это не база не подселена на какой-нибудь высоконагруженный сервер, где, собственно, крутится еще куча-куча-куча сервисов. Неважно, опять же, если у вас только-только появляется что-то из Atlassian, вы задумываетесь, какую базу мне выбрать. В любом случае не используйте только внутреннюю, потому что с внутренней вы отгребете намного больше проблем, чем с любой другой. По поводу СУБД, используйте, тут один совет, используйте то, что используется у вас в компании и почему у вас наибольшая экспертиза. Знаете мускуль? Отлично. Используйте его. Знаете, не знаю, MSQL у вас везде используете, есть DBA свой и так далее, есть DBA по Oracle. Используйте ту базу, которая реально у вас используется в компании. Не думайте, что поставив, допустим, на Postgres, либо перейдя с Postgres на Oracle, вы получите какой-то там невероятный прирост. Нет, это будет не так. Зачастую, если вы не знаете, как работать с этой базой, вы гребете больше проблем. Потому что в какой-то момент нужно будет сделать какие-то нетривиальные вещи, и тут можно очень жестоко проиграть. Опять же, пару советов по тому, как настраивать базы. Выносите их на отдельный сервер. Пусть этот сервер будет специально затюнен под именно базу. Там будут высокопроизводительные диски. Там, собственно, будет выделено достаточно памяти. База будет подтюнена так, как положено. Не используйте дефолтные настройки. Я это буду повторять всегда. Потому что дефолтные настройки вы сделали там apt-get-install, получили, собственно, базу, можете к ней подключиться. На самом деле нет. То есть там по минимуму выделены кэши, выделено, собственно, количество трейдов, еще чего-то, еще чего-то. В текущих версиях Atlassian, допустим, в той же Jiri, Confluence, есть health check. Если, собственно, у вас что-то не так сконфигурено, там вам покажут. То есть не полините, зайдите, посмотрите, все ли так. Используйте репликацию данных. То есть вы можете быть уверены, что у вас все хорошо с железом, но тем не менее железо отказывает, в дата-центрах пропадает свет. Если вы потеряете базу, несмотря на то, что у вас есть уже бэкапы, время на восстановление достаточно много. Если это бизнес-критикал, то, пожалуйста, используйте реплику. Пускай она будет, собственно, приплицироваться. И в случае, если у вас что-то произойдет, вы просто переключаете слой в реплику на мастер, изменяете параметр там DB-конфига, рестартуете Jira, Confluence, и у вас, собственно, дальше продолжает все работать, а вы уже в рабочем ритме разбираетесь, почему у вас что-то случилось с мастером. Бэкапы. Делайте бэкапы и снимайте их обязательно с реплики. Не нагружайте, собственно, мастер и боевую базу ненужными действиями в виде бэкапов. Кейс. Не выдавайте, да, прямой доступ к базе, даже read-only. Почему не стоит этого делать? Если к вам приходит разработка, разработчики или бизнес, или еще что-то говорят, мы хотим читать много данных, мы хотим это делать быстро, и мы не хотим это делать через rest-py. У вас будет соблазн дать им read-only, чтобы они от вас отстали. Не делайте так, пожалуйста. У вас могут быть security-левелы. За security-левелами на уровне бэкэнда спрятаны какие-то чувствительные данные, которые не должны увидеть, собственно, все, в том числе, возможно, и эта разработка. Если это конфлиенсы, там могут быть рестрикшены. Там тоже может быть чувствительная информация, которая не нужна. Как в таком случае, да, ну и не используйте интернал-базу, об этом я уже говорил. В случае, если все-таки доступ на read-only к базе нужен, как это сделать? Создайте отдельную базу, пустую. Сделайте там вьюшки, материализованные обычные вьюшки, неважно какие. Либо сделайте, сливайте там с криптом данные, синкайте из других таблиц, но реально вычленяйте то, что не должны увидеть пользователи, именно конечные. И давайте доступ гранулярный именно к, собственно, нужным таблицам. После этого проверяйте, там, через три месяца, через полгода, пользуются ли этим, нужно ли это, актуально ли это, изменены там пароли и так далее. Это достаточно важно. Переходим к самому обширному, сладкому, печальному. Это наш backend. Backend у нас крутится на Java, это Tomcat. Будем это учитывать в дальнейшей работе. Я снова буду ратую за безопасность. Проверьте, под каким пользователем у вас запущена, собственно, Jira. Не root ли это? Если root, у меня для вас неприятные новости. Это очень-очень-очень небезопасно. Фактически вы даете приложению полный доступ к системе. Сделать можно много чего. Если то, что уже говорили, Jiten, есть консоль, импорт, саб-процесс, и выполняем все от root, все что угодно. То есть можно. Какие порты у вас открыты к backend? Поговорите с сетевиками. У вас реально, если у вас используется фронтенд в связи с бэкэндом, у вас должен быть только один порт. Возможно, какие-то порты дополнительные, но они должны быть только из секьюр-сетей. То есть, окей, используйте с NMP, позже чуть расскажу, там, GMX и так далее, секьюр-сети, девовский какой-нибудь VPN, еще что-то, что реально можно залогировать, то, что можно потом отозвать, и то, что можно разобраться, почему так сделано. Нет фронтенда? Окей. На каком порту у вас работает? Стандартный? 80.443? Jira у вас запущена под, собственно, от root. Изменяйте это. Нестандартный порт? Ок. Возможно, это неудобно, возможно, это вызывает некие в отферту пользователей. Почему, собственно, я ввожу там HTTPS, Jira, company name, двоеточие, 8.443? Не хочу так. Сделайте, переделайте. Ок. SSL, ну, то же самое фактически это к предыдущему относилось. Немножко про размещение файлов. Опять же, это, то, что я сейчас расскажу, это не стопроцентный идеал. Я следовал, в принципе, такому размещению, и, в принципе, оно меня не подводило. Оно достаточно удобно для регулярного обслуживания, для бэкапов, для быстрого восстановления. Разделим условно серверная часть. Опдата Jira — это просто домашняя директория пользователя. Дальше. Jira — сервер. Там лежит томкат, там лежат либы, там логи, конфиги томката, setnvsh, в котором мы прописываем параметры запуска и так далее. Ок. Тут директория достаточно статичная, ну, за исключением, наверное, логов. То есть сюда будет запись фактически на логи, и все. То есть там не будет дикой какой-то записи, просто будут скидываться логи. Не имеет смысл, наверное, выносить это прямо на отдельную партийцу, там еще что-то делать. То есть это главное — следите за тем, чтобы места хватило на логи, и просто регулярно их чистите, ротейтите и так далее. Вторая директория, она более интересна, это дата. То есть где у нас хранятся атачи, индексы, где у нас там плагины, кэш плагинов, конфиг базы, там, возможно, бэкапы, если вы туда их делаете, именно встроенные и так далее. Вот здесь вот я бы посоветовал вам делать отдельную партийцию и отдавать ее исключительно под приложение. Опять же, тут рассмотрено на примере Jira, но это применимо, в принципе, и к Jira, и к Confluence, и к битбакету, не принципиально к чему. Отдельная партийция вам позволит быть убежденными, что к этому партийции больше никто не пишет, никто не займет там место. Если у вас настроен мониторинг, вы сможете увидеть, с какой скоростью у вас, собственно, заканчивается место, как-то это проанализировать и запланировать заранее именно увеличение места с каким-то планируемым даунтаймом, а не так, что экстренно у нас закончилось место, что делать, а давайте мы сейчас остановим Jira, а тут середина дня, ну, как-то не очень. Следующая директория, она не совсем относится именно к Jira, но, тем не менее, от этого она работает. Это директория с Java, я чуть подробнее расскажу, почему она вынесена также в home-dir Jira и что внутри. И, собственно, файлик с окружением. Также подробно чуть-чуть расскажу, что внутри. Окей, Java. Внутри. Внутри есть JDK архив, есть распакованный архив, есть simlink на распакованный архив. Вот этот путь, current, он прописан в окружении. Из-под этого, собственно, запускается Jira, то есть она видит, что Java находится здесь и, собственно, запускается прямо вот отсюда. Почему такой подход? Ситуация. Выходит новая версия JDK, security patch, нужно обновить. Если это системная, установленная в систему, то вам нужно наверняка будет это все сначала обновить пакет, установить Jira, перезапустить Jira, запустить, убедиться, что все ок. В случае, если идут какие-то проблемы, вам нужно откатываться. То есть это последовательность уже, действие другая и так далее. В случае с таким вариантом вы скачиваете новый архив, распаковываете его в соседнюю директорию, меняете simlink, запускаете, видите, что все ок, работаете дальше. Видите, что что-то пошло не так, переключили simlink, рестартанули приложение и, собственно, продолжаете дальше работать. Это достаточно быстро и удобно. Environment, окружение. То есть вот bash profile, java home ведет на simlink на current и в пути переопределен путь, чтобы не подхватилась именно системная java, а подхватилась именно та, которая нужна нам. То есть первым просто путь идет. И получается вот такое итоговое размещение файлов. То есть у нас есть домашняя директория пользователей, есть java, jira, data, jira-сервер и, собственно, bash profile. Если у вас на одном сервере крутится несколько продуктов, java можно вынести, собственно, чтобы не повторять ее, а вынести куда-нибудь в отдельное место, и, собственно, чтобы она была доступна. Дальше параметры запуска. Это файлик с TNVSH. Я думаю, что все его видели не раз и смотрели. Не бойтесь сюда что-то дополнять. Выносите, дополняйте, разбивайте по секциям, объединяйте как-то это логически. Допустим, в Catalina Ops я выношу параметры для того, чтобы в java была SNMP активирована и JMX. Память отдельно, параметры по Gbitch коллектору отдельно, по логированию Gbitch коллектора отдельно. Какие-то там еще могут быть секции. Выносите, объединяйте и, собственно, учтите только единственное, чтобы вы это все изменили. Если у вас происходит обновление, не перезатрите это просто, если вы делаете через инсталлер, который делает next, 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 next и так далее. Плавно перейдем к GVM. Собственно, что у нас внутри. GVM нужно, можно и нужно мониторить. Мониторить его можно, собственно, двумя способами. Это SNMP и это JMX. То есть SNMP это Simple Network Management Protocol. Если интересно, почитайте, что, как. JMX это, скажем так, нативная штука для Java, которая также вам позволит. Я расскажу также сейчас про Gbitch коллектор и про такой файлик, как Csertz. Я думаю, что кто настраивал сцель, с ним сталкивался, если подключался особенно к Holdup. Параметры для того, что было перед этим в SetNVSH. Параметры запуска, точнее активации, как активировать SNMP. Помните, что у нас порт должен быть выше 1024, так как у нас не привели игрованный пользователь. Собственно, на порту ниже 1024 вам просто не даст система, собственно, забиндиться и запустить. Указан путь к файлику SNMP.acl. Catalina Home в данном случае это директория Jira Server. И в SNMP.acl просто указаны, можно сказать, логин, пароль. Если брать в контексте SNMP, то это комьюнити. То есть под кем мы авторизовываемся, под кем мы идем. И дальше просто на каком интерфейсе мы слушаем. Ссылка, где, собственно, на доке Java описано, как настроить более подробно. То есть там можно изменить версию SNMP, использовать там V2, V2C и так далее. Дальше. Gmx. С Gmx чуть-чуть все побольше параметров, но тем не менее. Приведен самый простой пример. Отключена аутентификация, SSL и все. Local only нам не нужно, потому что мы будем подключаться напрямую к серверу, и это потребует каких-то еще дырок. В продакшене используйте аутентификацию, используйте SSL, не гоняйте незашифрованные данные, потому что через Gmx можно сделать достаточно много неприятных вещей. Но в целом мы его, опять же, ссылка на то, как настраивать Gmx. Что мы увидим? Есть такая штука, которая называется Java Mission Control. Это входит в стандартный JDK. Вы можете его скачать, запустить, прибиндиться к серверу и в режиме реального времени увидеть, как у вас используется память, как у вас используется процессорное время, сколько у вас процессорного времени уходит именно на само приложение, сколько уходит на отработку Gbich-коллектора, увидеть, как часто у вас фрагментируется память, как часто у вас происходит минорный Gbich Collection, мейджер Gbich Collection, сколько памяти освобождается, собственно, и так далее. Плюс вы можете увидеть запущенные треды, сделать их дамп, сможете сделать даже какой-то профайлинг. Это все не останавливает приложение. Да, оно будет чуть более нагружено, но тем не менее вы сможете посмотреть. Из моей практики мы и так нашли один баг, достаточно неприятный в Jiri в связке с краудом. У нас, если у вас стоит первым локальная директория, где у вас должны быть фактически там local admin, и вторым подключен крауд, Jiri делала примерно следующее. Она каждый раз проверяла, входила в цикл и проверяла сначала пользователей всех локальных, и потом только доходила до нужного. То есть фактически они это исправили в следующей версии. Это был признан именно performance баг. Тем не менее мы очень много памяти теряли именно на пустом месте. То есть это такой, опять же, чуть подробнее могу потом рассказать. Геббич коллекторов. Очень интересная тема, но, возможно, я кого-то сейчас разочарую, я не буду сейчас на ней подробно останавливаться. Это реально тема для отдельного доклада, и очень такая продолжительная, в нее нужно вникать. Я приведу просто параметры для логирования Геббич коллектора. Собственно, тут достаточно понятно. И совет. Запускайте что-то из Atlassian, включите логирование ГЦ, пусть оно будет. Возможно, оно вам понадобится не сразу, возможно, через три месяца, через полгода, но у вас будут логи, у вас будут данные для анализа. То есть вы сможете понять, почему так происходит. А так, что у нас тормозит, давайте посмотрим на Геббич коллектор. Окей, включили. Мы еще ждем, покуда мы соберем достаточно информации для анализа, потому что нам нужен профиль, ну, я думаю, как минимум за неделю, потому что понедельник нагрузка отличается от пятницы, от выходных и так далее. Просто собирайте логи, они будут ротироваться и много места не занимать. Потом у вас набралось какой-то пул логов, и вы хотите, допустим, понять, поможет ли вам увеличение памяти, либо, наоборот, уменьшение памяти Java. Много памяти для Java – это тоже плохо иногда. Мы анализируем логи. Анализировать логи есть, в конце сейчас будет ссылочка, где представлен достаточно большой пул софта, в том числе, и он предоставляется как SaaS, то есть онлайн вы можете загрузить лог, и вам выведет достаточно красиво графики, как работает ГЦ, сколько памяти, собственно, селось, сколько освободилось, какая глубина вложенности по объектам, насколько они долго живут. Окей, мы посмотрели, поняли, что окей, давайте изменим стратегию ГЦ. Изменили, внесли изменения, смотрим снова результаты. Нравится, не нравится – ок. По циклу пока не станет нравиться. Примерно вот так вот выглядит этот онлайн-сервис. Он, по-моему, называется EasyGCEO. Можете загрузить, посмотреть, и вам, собственно, выведет время о том, сколько освободилось, сколько занято, как часто отработал и так далее. Собственно, вот ссылочка, что я говорил, тут находятся как раз все инструменты. Там есть от очень старых, которые еще там от IBM появились, собственно, такие достаточно новые, вот прям онлайн. Бэкапы. Шутка про то, что люди делятся на те, кто делает бэкапы. Кто уже делает, она актуальна всегда. Поэтому, пожалуйста, делайте бэкапы. Они вам, возможно, и не пригодятся, но вы будете спать спокойно. Собственно, у Jira есть, у Jira conference и так далее есть встроенные бэкапы. Пожалуйста, не используйте их. Если у вас маленький инстанс, там, на 5-10 человек, ок, пожалуйста, без проблем. Делайте XML-дампы, вы достаточно быстро с них восстановите, если у вас там не десятки, сотни тысяч и шьи. Если у вас уже большой инстанс, не делайте встроенный. Пожалуйста, не используйте его. Вы будете очень долго ждать, пока он закончится, а потом в случае чего вы будете очень долго ждать, чтобы это все восстановить. Потому что распарсить XML, залить это все, это продолжительное. Что использовать? Начиная от простого, от RGZ. То есть просто тарим нужные файлики и, собственно, их как-то храним. Либо же это какие-то специализированные решения, типа Semantica, там, от Vima, либо от Bacu. Собственно, что у вас используется, наверняка что-то есть в компании. Используйте, не придумайте свои велосипеды. Скрипты хороши, скрипты в связке, допустим, с Bacu, прекрасны. Опять же, сколько, как часто делать бэкапы, чуть подробнее расскажу. Делаем резервную копию. Достаточно просто. Через тар мы архивируем серверную часть, jira-сервер, исключая, допустим, директорию с логом, потому что нам в бэкапе, в принципе, логи не нужны. Они есть. Если мы их потеряем, мы пострадаем, наверное, если там понадобится какая-то инфа вытянуть. У нас есть еще к минимуму логи фронт-энда, и мы что-то сможем оттуда получить. Точно так же делаем резервную копию даты, исключая, наверное, опять же, там есть часть логов. Если вы делаете это регулярно, в качестве регулярного бэкапа, тут вам нужно принять решение. Если вы делаете это, и ваш инстанс достаточно нагружен, исключайте индексы, потому что в момент, когда вы будете, собственно, собирать архив, индексы, возможно, изменятся. И, скорее всего, они изменятся. Поэтому делайте без индексов, а для индексов делайте снапшоты и, собственно, добавляйте их в архив одновременно, вот, собственно, когда у вас будет создан этот архив. Также, если вы делаете это для тестового инстанса, какого-нибудь, дева, там, песочницы и так далее, исключайте attache, потому что attache занимают очень много места, и вам фактически они не нужны. Мы также копируем директорию, тарим директорию с Java, и все это фактически получаем. Там три архива плюс, наверное, еще bash профайл. Из этих трех архивов мы сможем развернуть backend достаточно быстро. Как часто делать? Тут решать, наверное, исключительно вам. Как минимум один раз в день. Пускай это будет там полный backup понедельник и инкрементальный каждый день. Если для вас чувствительная потеря данных даже за день делайте чаще, но тоже без фанатизма. Как бы понимаете, что это лишняя нагрузка на дисковую систему, и в какой-нибудь час пик, когда у вас реально prime time, лучше это не делать. Лучше после, чтобы сохранить данные, которые были. Сколько копий делать, как хранить? Есть правило 3.2.1 касаемо бэкапов. Вам нужно как минимум три бэкапа. Вам нужно хранить в разных местах, в двух разных местах. И плюс еще одна копия, пускай она будет off-site, то есть в облаке. Пример. Вы делаете один бэкап. У вас он хранится локально на соседней партиции, к примеру, на том же сервере. Вы эту же копию раскидываете еще в один дата-центр, в другой дата-центр и в облако. То есть это даже избыточно, но тем не менее. У вас падает дата-центр, где, собственно, работает само приложение и хранится один из бэкапов, у вас есть второй бэкап в другом дата-центре. Падают оба, у вас есть в облаке. Вы сможете это развернуть. Да, это будет дольше, но тем не менее. Это избыточность. Сейчас дисковое пространство не так дорого стоит. То есть на это можно пойти. Дальше перейдем... А, еще важный момент. Когда делаете бэкап, вы должны бэкапить фронт. Там конфиги в основном, джинкса там достаточно немного. Вы должны забэкапить бэкэнд и базу. Синхронизируйте это по времени, чтобы у вас не получилась ситуация, когда вы сделали бэкап базу за 21.00, а бэкэнд у вас утром копировался, и вы потеряете какие-то атачи. Такое тоже бывает. Дальше перейдем к песочнице. Я надеюсь, что все тестируют какие-то глобальные изменения вначале на деф-серверах. Ну, это же нужно, вы же понимаете. То есть пускай это новый сервис, новый плагин, новый workflow какой-нибудь очень сложный, который завязан прямо на внешней системе, еще что-то. Не знаю, новый процесс тестирования плагинов. Ваш собственный плагин, который тоже нужно протестить. Обновление плагинов, либо вообще обновление системы проводить это сначала на дэйве. Его не жалко. Вы его убьете, но тем не менее у вас прот останется жить. Пожалуйста, не делайте вот так вот. Не нужно. Это больно. По фронтенду. Опять же, мы договорились, что у нас есть фронт, база, бэкэнд. То есть три сервера. В идеале это три разных сервера. Опять же, вопрос у вас, наверное, возникнет. Нужно ли мне три разных сервера для каждой площадки? То есть есть там Jira Confluence, Bitbucket. Нужно ли мне для того, чтобы поднять полноценный деф-сервер? Девять серверов нет, не нужно. То есть фронтенд у вас может быть один. Он спокойно справится с тестовой какой-то нагрузкой, наверное, исключая, если вы не делаете какое-нибудь нагрузочное тестирование. Если вы делаете нагрузочное тестирование, повторяйте вашу инфраструктуру максимально полностью. То есть у вас может быть один фронтенд. Допустим, он ведет там на синбокс company name. Дальше внутри него, за ним могут быть энд бэкэндов. Это может быть company name slash Jira, slash Confluence, Jira Dev, Jira I-Chart, еще чего-то. Confluence, Eodraw. Такое у нас было, когда мы переезжали, собственно, с Glyphina Eodraw. Тоже нужно было протестировать конвертацию. И, как вы понимаете, запросы разруливаются на уровне локейшена. То есть пришли, увидели локейшен, отправили в бэкэнд с Jira Dev. Пришел Confluence, отправили это в Confluence Dev и так далее. То есть достаточно одного сервера. По базе данных. Тут достаточно тоже такой, можно сказать, спорный момент. Вы можете хранить несколько BD на одном инстансе. Но если вы делаете… Главное, аналогичная версия, аналогичный движок. То есть не путайте. То есть вы сделали тестовый сервер и решили там вдруг развернуть Postgres, начинаете что-то тестировать, у вас тут все хорошо, а на Pro-де у вас не полетит это все. Поэтому можно использовать несколько на одном инстансе. Но и опять же, нагрузочное тестирование полноценное вы проводите. Используйте аналогичную инфраструктуру с аналогичными параметрами, с одинаковым количеством памяти, дисков, процессоров, я не знаю. Вот, как-то так. Как мы разворачиваем бэкэнд? То есть до запуска. У нас уже есть бэкапы, мы их разархивируем. Jira Server, Jira Data, Java и копируем ваш профайл. То есть максимально быстро вы, развернув эти три архива, получаете полноценный работоспособный бэкэнд. Дальше меняем db-config, чтобы не подключиться к prod-базе, потому что мы делаем с prod на тестовую базу. Меняем прокси и контекст в серверах XML, чтобы, собственно, у нас запросы с томката улетали уже на нужный фронт. И чтобы это все улетало с нужным контекстом. То есть это то, что было вот здесь вот. Сейчас покажу. Слэш Jira это контекст в томкате. Там примеры, собственно, есть и достаточно просто делается. Поменяли, добавляем disable notification обязательно в set-nvsh. Если вы это не сделаете, у вас уйдет, может быть такая ситуация, что у вас уйдет куча нотификаций с тестового сервера реальным пользователем. Особенно это актуально, если у вас есть какие-то отчеты, которые по крону генерятся. А если у вас, например, еще подключенный мап, который забирает почту, то у вас начнется борьба. То есть тестовый сервер выдернет письмо один пород, и вы не поймете, почему, собственно, пока не доберетесь уже до логов непосредственно почтового сервера. Если у вас используются какие-то внешние интеграции, которые завязаны там в workflow на дергании внешних систем. Я не знаю, вы можете ходить по ресту, какую-то систему, какие-то данные оттуда забирать, либо какие-то данные там обновлять. Мы с этим столкнулись. Ну, собственно, забыли об этом. И потом напилили уже на внешнем сервисе просто проверку, откуда приходит запрос. Если это пул из прода, ок, мы пропускаем. Если это тестовый, мы его просто говорим 200 ок, но ничего не выполняем. Дальше запускаем. Запустили. Смотрим логи. Все ли ок. Фиксим. Исправляем. Перезапускаем. Убеждаемся. Все ок. Видим, что у нас запустилось все. Заходим, меняем базуру. Потому что кликнув просто на Jira, либо на Confluence, вы попадете случайно на Pro. Ты будешь уверены, что, собственно, это песочница. И давайте там изменять какие-то параметры. Не нужно так. Изменяйте первым Waze URL. Удаляйте Application Link. Если у вас полноценная система, там, Jira, Confluence, Bitbucket, вы делаете это, связываете их лучше между собой. Так вы проверите какие-то интеграции именно между ними. Опять же, отключаем интеграции с внешними системами. Можем, опять же, на всякий случай отключить почту, либо еще что-то, мало ли что. Либо закрыть вообще это firewall, чтобы у вас сервер пошел никуда, куда нужно. Добавляем announcement bar. Ну, это опционально, но это полезно. То есть, когда пользователь зайдет, увидит, что плашечка наверху, что это тестовый инстант, что, пожалуйста, сделайте изменения только на проводе. Вот ссылочка будет приятнее, чем он просто зайдет. И фактически это будет ничем отличаться, кроме URL. На это можно самому на этом наколоться, на самом деле. Дальше, если мы не копировали индексы, просто запускаем re-index. Если мы копировали индексы, сохраняли их в Snapshot, то, собственно, подсовываем, опять же, перезапускаем и получаем. По мониторингу. Мониторинг, логи. Есть проактивный мониторинг, который вам должен сообщать о том, что у вас заканчивается место, что у вас высокая нагрузка на диск, высокая нагрузка на CPU и так далее. То есть это Zabbix, это Nogio, это, я не знаю, там еще какие-то сервисы. И есть сервисы, которые вам позволят собирать какую-то аналитическую данные для последующего их анализа. Либо же просто real-time что-то смотреть. То есть это может быть Grafana, это может быть NetData, это может быть стек Elasticsearch, собственно, ELK, Elasticsearch, Logstash и Kibana, который вам позволит эти логи все систематизировать и, собственно, как-то делать. При этом у вас не будет доступа на сам сервер, но у вас будут все логи, вы сможете как-то с ними оперировать. Ссылочки ниже, опять же презентация, я думаю, будет доступна, потом что найдете. Пример того, что отдает Grafana. Она отдает, собственно, CPU, CPU System, Load, там Discutils, сколько записей идет, сколько чтений и так далее. Тут вы можете объединять несколько серверов и накладывать друг на друга. Допустим, у вас используется там Jira Data Center, либо вы придете к ней, вы можете просто две ноды, три ноды объединить, посмотреть, все ли ровно по ним. Если нет, то это, собственно, повод задуматься, посмотреть о том, что не так происходит. Также можно наложить сюда frontend и тоже посмотреть. NetData. NetData – это позволяет делать примерно следующее. Вы можете зайти просто на конкретный URL, именно на NetData, и увидеть, что происходит с системой в режиме реального времени. Какая нагрузка у вас по сети, какая нагрузка у вас по CPU, какое количество у вас там ассистем интераптов, еще чего-то, еще чего-то. Настраивается достаточно несложно и является, наверное, полезным инструментом. Запуск новых сервисов. Начну, наверное, с кейса. Досталось нам наследство Bitbucket. Нет, даже не так. Захотели как-то разработчики потестировать Bitbucket, посмотреть на него, потому что у них до этого был SVN, и они такие, ну, гид, окей, давайте Bitbucket, у нас отлазь Unstack. Они об этом не сказали ни админам, не сказали ни группе, которая занимается администрированием. Они взяли первый упавшийся сервер, он оказался под виндой, установили туда Bitbucket, естественно, внешней базы нет, internal, все ок, фронтенда нет, SSL нет, но выдавали кучу доступов, естественно, администраторских, своим коллегам и себе. Подключили это все к CI, CD, залили туда код продакшена, ну, и начали, собственно, работать с этим. Потом в какой-то момент времени приходят такие, ребят, у нас есть сервис, заберите его к себе. И мы такие, черт, окей, начинаем смотреть, что же там внутри. Internal база, ну ок, смигрируем, не проблема. Windows, копируем файл, получаем права на все файлы 777. Замечательно, окей, пофиксили. Вроде все исправили, нет, не все. Смотрим, что-то не работает транскод. Если не знаете, транскод такая штука, которая в Bitbucket позволяет, допустим, если у вас код там в CP1251, просто выводить его в UTF-8, ну, собственно, на лету делать. Так вот, для него нужны еще другие права, он тоже это проверяет. Ctrl-M в файликах, это тоже прям шикарная штука. Окей, это все пофиксили, пофиксили, пофиксили. А потом мы узнаем, что двум или трем разработчикам показалось очень интересной, и, главное, здравой идеей использовать на этом инстансе выименование веток русские имена. Все. Это добило, потому что мы это перенесли, это все превратилось не в русские имена, это превратилось непонятно что. Ну, окей, мы с этим разобрались, ручками поправили покревсы, перепаковали. Сказали, так больше не делать, забрали. И теперь, когда какой-то новый сервис, и мы там краем уха в курилке, либо еще где-то слышим, сразу бежим туда и говорим, давайте мы все-таки возьмем и сделаем как положено. То есть, вот сделаем максимально приближенным к нашему инфраструктуре, возьмем, дадим базу нормальную, запустим все это, и все будет замечательно. Ну, слава богу, они соглашаются. Спасибо за внимание. Вопросы? Да ладно. У меня такой немножко маленький вопросик дилетантский. По версии Java, все-таки что лучше использовать? Баттл, который идет вместе с инсталлятором, или брать последний стейбл с Сана? Потому что у всех разные понимания этого момента. Честно говоря, учитывая то, что у вас есть требования именно к тому или иному продукту, вы видите, какую версию поддерживает. Поддерживает Java 7, Java 8. Я смело качаю GDK. Я не сталкивался с тем. Вопрос больше не про мажорную версию, а все-таки про минорные релизы. Потому что некоторые, например, вендоры говорят, используйте только наш последний минорный релиз, который мы тестили. Возьмете больше, может что-нибудь сломаться в Java. Если это security patch, то мне кажется, что стоит все-таки прислушиваться к комьюнити, которая выпустила этот патч. Ну, собственно, к Oracle, потому что они делают это не просто так. И возможно, вендор просто об этом не в курсе, либо нет времени на это протестить. Спасибо.